В 2021 году зарегистрировали всего один случай заболевания кори во всей России. В 2022 число зараженных приблизилось к 100. В Сарове последний случай этого вируса был 24 года назад. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. В Нижнем Новгороде первый случай заболевания кори зарегистрировали у женщины, которая прилетела из Еревана. Активное распространение вируса вызвано тем, что на территорию Российской Федерации начали приезжать мигранты. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция при разговоре, при чихаре. При кашле поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути. Есть не исключено, что через конъюнктивы глаза. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания пятна появляются сначала на слизистой полости рта. На третьей-четвертой сутки сыпь распространяется по телу человека. Сначала поражаются кожа лица и шеи. Потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. В специфическом лечении кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно календарю национального календаря профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. И они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно в случае заболеваний, кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. По словам специалиста, в Сарове высокая иммунная защита против кори – до 95%. Но некоторые группы детей не привиты против инфекции, поэтому находятся в группе риска. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.